Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! У нас сегодня выходная пробежка и снова завтрак в новом удивительном месте Санкт-Петербурга. Если вам интересно, куда мы сегодня идем, продолжайте смотреть это видео. Микки и Манкис находятся на пересечении канала Грибоедова и Гороховой улицы. И занимает весь второй этаж вот этого здания. Сегодня мы в легендарном Микки и Манкис. Это место знаменито своими овершейками. Что это такое, я вам сейчас покажу. Но сегодня мы попробуем с вами что-нибудь более здоровое. Смотрите, здесь несколько залов и все заказывают вот эти овершейки. Ой, туда даже дальше можно пройти. Обалдеть. И снова овершейки сюда. Очень много приходит с детьми. Это просто рай для детей. Никогда не доходила до этого зала. Очень красиво здесь. Вид на Гороховую. Сейчас многие кафешки не приветствуют бумажное меню, чтобы не распространять заразу. Поэтому везде QR-коды. И ты просто со своего телефона считываешь этот QR-код и смотришь меню. Поэтому я даже не знаю, как вам показать все великолепие, что здесь есть. Не знаю, что-то будет видно. Если все видно, можете просто сделать стоп-кадр и посмотреть внимательно. Очень хочется попробовать каждое из этих блюд особенно. Особенно зацените. Черные блины с маринованным лососем, манговым кремом и яйцом пашот. А еще панкейки с беконом, авокадо, глазуньей и сырным соусом. Кажется, мы будем вот именно это, да? Но чтобы мне очень хотелось попробовать как-нибудь в следующий раз тосты из батата с яйцом пашот и грибной сметаной. Но сейчас я на легком детоксе, поэтому я заказала кашу полента с печеной тыквой и фисташками. Здесь, конечно, тоже не идеальный состав для меня, но сегодня можно. Вот так выглядят овершейки. Я пока не решаюсь. Это с чем? Здесь вот сладкая мата и куча еще всего кармеладок, видимо. Здесь донат, мороженое. Попкорн, я смотрю. Попкорн, да. Господи, сколько здесь калорий. На месяц. Но мне кажется, мало кто доедает. Я как-нибудь пришла, съела этот овершейк большой компанией, потому что даже вдвоем это сделать, мне кажется, тяжело. Так, вот моя каша приехала. Очень красиво выглядит, но еще более красиво выглядит вот это. Вы посмотрите. Это панкейки с беконом, авокадо. Это что? Овощи, сырный соус. Вау. Удача нам. Ну что, как блинчик? Вкусные, кстати, очень. Ну, а я буду удовольствоваться своей кукурузной кашкой. Тоже ничего. Полента. То есть полента это мелкая кукурузная крупа, да? Да. Будем знать. Вообще, конечно, повара молодцы заморачиваются. Тут вот каша, несмотря на то, что это просто каша, это не просто каша, это из поленты. Мне кажется, даже знать, что это такое. И здесь внутри и тыква, и сыр, и писташки, и даже немножко, мне кажется, этот соус песто зеленый. Очень классное сочетание, такое неочевидное. Дома так не будешь заморачиваться. Собственно, за этим мы и ходим в кафешки, чтобы есть именно то, что ты не будешь делать дома сам. Желточек, самый ответственный момент. А, не, норм. Жиденький. Ах, красота какая. Еще нам принесли ведерко американо. Это реально 0,4, по-моему, или... Это почти 0,5. Это почти 0,5. Удачи. 200 рублей за 0,5. Ну, неплохо. Я от кофе тоже в последнее время стараюсь воздерживаться, но я буду радоваться за тебя. Пробуем. Ну, как? Хороший очень. Он не кислый вообще. Абсолютно не кислый. Это самое главное для нас, чтобы кофе был не кислый. Сейчас много этих сортов хипстерских, которые кислые, а этот больше похож на итальянский. Кофе ставим зачет. Хотя я не проверяла, но верю на слово. Вот эти блинчики нам очень напомнили Америку. Мы там ходили в классное заведение, которое называется iHop. Там тебе приносят такие панкейки, яичницу, бекон. В общем, огромную тарелку всего. Мне кажется, я эти видео так и не выложила, потому что мы тогда из Америки уехали. Но если вам интересно, мы можем показать, как завтракают в Америке. В частности, мексиканцы, по-моему, там больше всего завтракали. Это было очень вкусно. Безлимитный кофе, огромные просто три блина, бекон, в общем, хашбраун, сосиски и все это одновременно. Мы вспоминали о том, что мы и проголодались только в 5 часов вечера. Ну, прям чудо. Ешь кашу, вроде она сладкая, но тебе попадается соленый сыр. Тебе попадается совершенно уместный соус песто, вот этот зеленый. Мята, орешки приятно хрустят. Класс. Попробовала я тоже кофе, по мне горьковат. Мы были уже на завтраке в кофе-рум. На самом деле, это одна и та же сеть, и мне кажется, кофе у них одинаковый. Вот кто любит горький такой итальянский кофе, тому понравится. Мне нравится более мягкий. Ну что, какой балл ставим? Мне кажется, 5 из 5. Так, мы сюда пришли еще раз в другой день и заказали такие тосты из батата с яйцом пашот и грибной сметаной. Где-то там. Вот это оно. А, это она? Это пашот от сметаны. А так с первого раза и непонятно. Вот только кинза, вот это вот золя. Это вот мне нельзя класть кинзу. Теперь надо это все расчепушить. Лопаем пашот. Очень правильный пашот и такой желточек. Мне кто-то в комментариях написал про какое-то кафе, типа, жалко, что они для пашота используют какие-то яйца, где не слишком яркий желток. Оказывается, это важно. Вот здесь тоже, кстати, очень яркий желток. Это традиционные оладьи с беконом. И тоже каша с полентой. Так, грибная сметана попробуем. Офигенно. Батат, судя по описанию, можно подумать, что там будет какой-то батат в виде, не знаю, какого-то, не знаю, вафли или тоста. Но здесь просто такой батат порезанный. В общем, в этом блюде самое главное это вот эта грибная сметана. Это правда вау. Очень насыщенный, классный вкус. Все остальное, в принципе, ничего необычного, но вкусно. Просто яйцо, просто батат. Ну ладно, 4,8. Здесь не хватает некой изысканности. Например, мы завтракали в кафе Мона. Репортаж я также прикреплю сюда. И там действительно все такое изысканное. Вот ты просто понимаешь, что это прям сделано для тебя. Лимитед эдишен и все такое. А здесь такие большие порции, что-то ты наелся. Что мы наели? Двоих 840 рублей. Ну что, нормально. А теперь овершейк можно собрать дома. Смотрите, вам привозят все ингредиенты для него. Целый набор, включая и кружечку, и вы собираете.